Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики меня, честно говоря, удивили. Во время новогоднего аукциона, на котором продаются, ну, довольно-таки немалое количество танков, они выставили на продажу Су-85И за 2 косаря голды. Я не знаю, честно говоря, будут ли ребята, которые сейчас готовы распрощаться с 2000 золота ради вот этого набора, но сама машинка, она прикольная. Ребят, это песок, безусловно, пятый уровень, но фан и интерес в машинке есть. Я уже делал обзор на данную машину, поэтому сейчас просто покажу предложение и выкачу машину из ангара на одну каточку. Ссылочка вот она сверху на обзорчик на Су-85И с дополнительными катками. Итак, в набор положили 2 контейнера с камуфлежами. Мне кажется, что, ну, фигня редкостная, никому навряд ли не понадобится. Да, камуфляжей и так хватает, поэтому явно не ценность в данном наборе. 7 дней приемом, что в целом, ребят, довольно-таки неплохо. Есть камуфляжик, но, честно говоря, камуфляжи на любителя. Данные, конечно, прикольные, симпатичные, но я ценностью тоже камуфляжи не считаю. Х-5, ребят, но исключительно на Су-85И и особо много опыта вы не набьете, поэтому, как бы, ну, тоже такое себе. Вот типические бустерочки на кредиты. Ну, окей, хорошо, серебрушки немножко пофармить, 30 боев отыграть. Ладно, договорились. И что касается сертификата на исследование танка, то, ребят, ну, честно говоря, 25% исследования танка на 5-й левел. Ну, прям, я бы сказал, ни о чем. Ну, ребят, реально, можно просто взять и выкатать себе пятерку. Я понимаю, если там восьмерка, десятка, ну, а 5-й левел, как бы, не совсем-то и интересно. Открытое все оборудование и слот в ангаре. Вот такое вот оно предложение за 2 косаря голды. И в прошлый раз, ребят, когда машинка выставлялась на продажу, ее выставляли ровно за те же самые деньги. Я не заходил, не смотрел видео в отношении того, что тогда входило в набор, не проводил сравнительные характеристики. Если захотите, посмотрите, ссылочку я дал. Ну, и, соответственно, посмотрите дополнительные катки. Сейчас просто берем машину, выкатываем ее из ангара, делаем одну пробную катку для того, чтобы посмотреть, как машинка ведет себя сейчас в современных боях. И на этом, в принципе, я думаю, можно будет закрывать вопрос по поводу того, а стоит ли данную машину приобретать за 2 косаря голды. Мне машинка, честно говоря, очень нравится. На ней интересно играть, она довольно-таки фановая. В песке показывает себя довольно неплохо. Да, безусловно, не во всех 100% боял. Но, в целом, машинка очень себе таким даже интересная. Я попытаюсь поехать вот сюда вот, попытэшить. 6 секунд перезарядки. Подвижность, как для ПТшки, очень даже таки себе приличная, нормальная. В основном ПТшечки менее подвижные. Не все, безусловно. Но 5-й левел, как бы здесь, крайне медленных машин очень мало. Ну, допустим, не знаю, там тот же самый АТ-2. Окей, согласен, да. Еле едет бедняга. Зато очень быстро перезаряжается. Итак, что собой представляет Сушка? Давайте сразу посмотрим на стрельбу на дальних расстояниях. Попытаемся в кого-нибудь прицелиться. Ну, давай, братка, поднимайся чуть выше. Откатился назад. Решил не рисковать. Ну, давай, едь сюда. Ну, короче говоря, как-то пока не очень получилось показать. Нет, в отношении точности орудия, не в отношении времени сведения на дальних расстояниях. Но давайте будем говорить откровенно. Мы хотя бы смогли сейчас с вами увидеть, насколько быстро, а точнее, насколько медленно летит снаряд. То есть, в целом, на данной ПТшке, как вы видите, по разбросу, допустим, по кругу разброса, вы понимаете, что выцеливать прям на дальних расстояниях будет сложновато. Что касается времени полета снаряда, ну, вот сейчас, дав с опережением, повезло закинуть в товарища. Ну, а здесь я бы уже явно не попал. Да и точностью, видите, особой пушка на дальних расстояниях не обладает. Поэтому ПТшить прям вот, играть в снайпера, на ней, ну, как бы, не совсем, прямо скажем, вариант. Сейчас кино исключительно наугад. Понимаю, что навряд ли там кто-то будет, но вдруг, вдруг товарищ на ПТ зазевался. И решил подставиться под мой снаряд. Ну, короче говоря, ребят, я думаю, вы поняли, что я сейчас пытался показать. Сейчас буду потихоньку передвигаться. Надо поехать к нашим товарищам, поддержать их. На ближних расстояниях машинка отыгрывается совсем по-другому. Она совсем по-другому ведет себя в отношении точности. У нее довольно неплохая альфа для своего пятого левела. Поэтому, в целом, я всегда и играю не то, чтобы на ней совсем неосторожно, но задних не пасу, в кустах, как правило, не отстаиваюсь. Все-таки 200 с копейками единицы альфы делают свое дело. Это крайне приятно, когда ты столько набрасываешь. Но помните по поводу того, что и в вас тоже, ребят, набрасывать будут. Жаль, не попал сейчас в Т-37. Время перезарядки радует, ребят. Ну, а если его еще немножечко ускорить, то будет совсем прям приятно. Ну, а вот сейчас будет, правда, жизни ПТшки по имени МСУ-85И, а именно полная ее картонность. Вот такая вот она ПТшечка. Не всегда, не всегда она, конечно, всех разрывает в рандоме, но продолжает мне нравиться. Я не буду играть сейчас вторую катку. Ребят, если вы не поленитесь, отмотаете видео назад и перейдете по ссылочке на видос, который я снимал ранее, вы поймете, почему мне ПТшка действительно нравится. Данное видео не является стопроцентно показательным для данной ПТшки. Все-таки то видео, которое вы посмотрите по ссылке, даст вам гораздо большее понимание, чего стоит СУ-85И и стоит ли ее покупать. Как я уже сказал, мне лично она нравится очень. Я специально оставлю этот бой по одной простой причине, потому что я придерживаюсь понятия честности обзоров и показывать машины такими, какие они есть на самом деле. Я ничего никогда не вырезаю, ничего никогда не удаляю, ничего не приукрашаю и никогда не говорю, что любая техника имба в этой игре. Вот какой танк есть, какой бой получился, таким я все, ребят, и показываю. Сейчас посмотрим результаты боя, ну а пока закончу свою мысль. Если вы за честность обзоров, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что только на моем канале вы найдете на сегодняшний только день более 300 видео с честными обзорами на танки и на товары в магазине. В основном именно на технику. Что касается данного боя, 1190 единиц урона. Фарм смотреть не будем и в нашей команде по урону мы занимаем свое честное, благородное второе место. Хотя Сушечка играется порой куда круче. И безусловно, здесь можно было бы тоже получить победу, если бы двое наших товарищей вот этих вот сделали бы хоть что-нибудь для победы. Ну а так получается проиграли. Ну проиграли да и проиграли, я не особо плачу, за статистикой не слежу, чего и вам не рекомендую делать. Ну что, ребятушки, вот такая вот она Су-85И за два косаря голды. Может быть и в тему, и может стоит купить ради удовольствия на пятом левеле, катаясь в песке. Но однозначно не в пределах новогоднего аукциона. Лучше приберегите 2000 золота до тех пор, пока на продаже в аукционе не появится какая-нибудь машинка, которую вы действительно хотите. И не дай бог, вот этих как раз 2000 голды вам и не хватит для покупки. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У кого есть возможность финансово поддержать канал, ссылочка на донат есть в описании к видео. Я вам буду безумно благодарен за поддержку в развитии моей мечты. Ну а моя мечта это канал, на котором вы всегда будете находить исключительно честные обзоры на технику и на товары в магазине. Без всяких приукрашений и заливаний вам мочи в глаза и в уши. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.